МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Сирии погиб солдат армянин. Магатэ не фиксировала новых нарушений ядерной сделки со стороны Ирана. Сирийская арабская армия заявила об освобождении стратегического города Сиракиб. В Цахкунке обнаружены новые историко-археологические находки. Микроавтобус разбился во время схода лавины в провинции Ван, Западной Армении, в результате чего погибли 5 человек. Утром, когда еще продолжали спасательные работы, снова сошла лавина. По предварительной информации, под снегом остались спасательная команда и транспортные средства. Погибли 33 человека. В результате общее число жертв достигло 38. На месте все еще продолжаются спасательные работы. Это уже четвертый случай. За последние двое суток опасность схода лавин остается. Геноцид против армян был осуществлен в Баку, Сумгаите и Нагорном Карабахе. Его надо признать, чтобы подобное не могло продолжаться безнаказанно. Об этом заявила баронесса Кэролайн Кокс, выступая в ходе конференции под названием «Забытые беженцы. Что случилось с бакинскими армянами», которая прошла в Европейском парламенте 5 февраля. Она напомнила, что находится в черном списке Азербайджана из-за ее визита в Варцах. В ходе конференции были представлены истории беженцев из Баку. Среди них была покинувшая Азербайджан в начале 90-х годов Анна Аствацатрян-Тюркок. По ее словам, у многих есть ужасные воспоминания о том, как им пришлось спасаться и бежать. Дух многих был сломлен, жизнь многих была уничтожена, жизнь 350 тысяч людей, таких же, как я, отметила она. Профессор Брюссельского университета Давид Бабаев, в свою очередь, поблагодарил Европарламент за то, что он предложил платформу, чтобы выразить нашу обеспокоенность ситуации с армянскими беженцами, которые были вынуждены покинуть Баку в 1990 году. «Эти зверства, насилие, запуивание, изнасилование, убийство и сжигание людей живьем не должны оставаться безнаказанными», добавил он. Власти США приняли решение приостановить на неопределенное время совместную с Турцией секретную программу по совершению американскими беспилотниками разведывательных полетов над территориями, где располагаются вооруженные формирования сирийских курдов. Об этом среду со ссылкой на четыре источника из американской администрации сообщило агентство Reuters. По его данным, ранее разведывательные полеты совершались невооруженными американскими беспилотниками с военной базы Inger League, используемой военно-воздушными силами Турции и США. Со стороны Министерства национальной обороны Турции и Пентагона не удалось получить официального подтверждения о приостановке программы, уточняет агентство. Как информирует агентство, США приняли такое решение после того, как в октябре 2019 года Анкара начала в Сирии к востоку от реки Ефрат трансграничную операцию «Источник мира». В ходе боев между сирийской армией и террористами близ провинции Длиб погиб солдат Армянин. Как передает Армен Пресс, об этом сообщает еженедельник Ганзасар Алепа. Инцидент произошел 5 февраля, погибший Жан Гатанчан 1988 года рождения. Издание сообщает, что похороны солдата состоятся 6 февраля в армянско-католической церкви Алепа-Сурбхач. Международное агентство по атомной энергии не фиксировало со стороны Ирана новых нарушений совместного всеобъемлющего плана действий по атомной программе с тех пор, как Тегеран объявил о пятой фазе отклонения от данного соглашения. Об этом заявил генеральный директор Магатэ Рафаэль Гросси. Выступая в фонде Карнеги, в Вашингтоне передает ТАСК. После пятого шага не было никаких дальнейших действий, сказал он. Конечно же, они продолжают обогащение, признал при этом Гросси. В Восточном Идлибе не утихали ожесточенные бои на линии разграничения сил сирийской арабской армии и боевиков вооруженной оппозиции. Как передавал на своей странице в телеграмм военный источник StepNews, в первой половине дня правительственным ващикам удалось взять под свой контроль населенные пункты Ан-Найраб, Кафр-Амим, Бешхас, Райан и Тель-Ар-Райхан. Позднее также были освобождены город Тель-Дукан, в районе которого разворачивали столкновения с джихадистами банд-группы Аджинат-Аль-Кавказ. Фиксировались перестрелки неподалеку от Сармина и Кменаса. Турция перебросила в провинцию еще один военный конвой. По данным телеграм-канала, в его составе на территорию Идлиба прибыли порядка 100 единиц техники. Напомним, предыдущая колонна с подкреплениями прибыла в зону Большого Идлиба во вторник. Во второй половине дня стало известно об освобождении населенных пунктов Шейх-Мансур, Исламин, Ар-Райан и Аз-Захаби, расположенных в непосредственной близости от Сиракиба. Позднее поступили сообщения о взятии из самого стратегического города. В результате работ по очистке, предшествующей восстановительным работам одного из строений села Цахкунг Гигаркуникской области, который осуществляется по заказу фонда ДАР, появились материалы, представляющие архитектурно-археологическую ценность, которые свидетельствуют о более раннем происхождении данного строения, а также и населенного пункта. Как сообщил Армен Пресс, координатор работ по очистке, преподаватель Национального университета архитектуры и строительства Армении, архитектор-реставратор Давид Натакян, в ходе работ по очистке и исследованию внутренней части одного из строений в селе Цахкунг в июле-августе и октябре 2019 года в связи с угрозой разрушения возникла необходимость удалить накопленный на полу и на крыше слой земли. Во время очистки были найдены материалы, представляющие археологическую и этнографическую ценность. Координатором работ был научный сотрудник средневекового отдела Института археологии и этнографии Нан Республики Армении Давид Тавтян. Полную статью вы можете прочитать на нашем сайте. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Алакяс Ханки Цар Кометас. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!